Глава Украине! Приветствую от Полуонского! Ребята, удивительные новости приходят из еще не освобожденной части Курской Народной Республики. Да, друзья мои, короче говоря, происходит сейчас оттуда эвакуация. Я имею ввиду Курскую Народную. Ну, кто эвакуируется? Эвакуируются генетические потомственные рабы, да? Те, кто не хотят жить свободно, те, кто не хотят жить при Украине, те, кто не хотят жить в Европе. Это абсолютно их право. Ну, что скажешь, насильно мил не будешь. И если они хотят сбежать из Курской Народной Республики, из освобожденных уже от расшизма районов, это полностью, как говорится, их решение. И никто с этим спорить, конечно же, не станет. Да, то есть они, значит, сбежали в, скажем так, вот в эту жуть, в эту Россию, туда сбежали к себе, значит. Но потом начинаются проблемы. Смотрите, их уже поселили в полное лойно. На территории еще не освобожденного от расшизма, понятное дело. Вот. И жить там невозможно, как и во всей остальной России жить невозможно. Вот, собственно, говорят, им говорят, ну что, вы хотите жить более-менее нормально? Они говорят, ну, конечно, да, мы хотим, мы хотим жить нормально. Но мы боимся вернуться. Там же ж украинцы, там же свобода, там же дышать можно, там же демократия. Вот. А мы же этого не понимаем. Нам нужно жить, ну, это как, я не знаю, там, как какие-то, я не знаю, скоты на ухлеву, да. Вот так мы хочем жить, и чтобы все было погано, чтобы все было кепско, да. Ну, они этого ничего не говорят. Они говорят по-русски то же самое. Вот. И, значит, рассказывают, как они хотят жить. Им говорят, хорошо, окей. Значит, если вы хотите жить так же, как вы жили раньше, в Лайне, то мы вам предлагаем очень хорошую, значит, опцию. Мы вас отправим в санаторий. Они так, о, ура, да, классно, зашибись. В санаторий. Будем жить в санаторий всю оставшуюся жизнь. Правда, это не точно. Вот. Но, собственно говоря, да, вот поедите. Ну, единственный такой вот нюанс, санаторий будет находиться где-то в Мариуполе. Ну, опять, это же, понимаете, любой другой человек, будучи, скажем так, ну, обладая хотя бы минимальным интеллектом, схватится за голову, скажет, какой Мариуполь, там же расисты все разбомбили, они даже там детей в оперном театре убили, ой, извините, в детском драматическом театре убили, значит, поубивали людей, а мы на костях, значит, будем там располагаться. Ну, это скажет любой человек, кроме Ватапитека. Ватапитек такого не скажет, потому что думать ему особо нечем. Вот. У него вместо мозга, там, значит, Соловьев с телевизором, и, соответственно, никакие лишние мысли его не посещают. Соответственно, значит, вот он говорит так. Ну, что? Ну, отправляют меня там в Мариуполь, в санаторий, значит, наверное, там классно. Раз Путин сказал жить в Мариуполе, в санатории, хорошо, да, хоть в драмтеатре, да, на костях 600 детей. Да, будем жить, нам пофиг. До такого даже, я честно говоря, до такого блюзнирства даже фашисты не додумывались. Ну, ладно, хрен с ним, они их туда отправили. А я себе думаю, стоп, хорошо. Хорошо. Если они вот вату Курскую, значит, отправляют жить в, скажем так, в принадлежащие Украине недвижимость, в принадлежащие дома, принадлежащие украинцам, ну, значит, нам надо делать из этого выводы. Значит, соответственно, мы имеем полное право наших беженцев, которые там из Мариуполя приехали, да, люди бедные, дома, которых сожгли расшисты. Я так понимаю, что мы имеем полное право в такой вот создавшейся ситуации заселить в дома, как ранее принадлежащие, принадлежавшие вот этой самой Курской вате, которая заселилась в дома наших нормальных людей в Мариуполе. И тогда все, как говорится, будут квиты. Те туда, в рабство, пока что, но все равно мы в Мариуполе освободим. Ну, по крайней мере, временно поживут. Ну, а наши сюда, как говорится, почувствовать, что такое бывший русский дух. Хотя какой может быть русский дух на Курщине? Курщина-це. Украина.